ребята всем привет с вами александр дворского дилайвы пришло время создать вот у существо единственное которую мне не хватало это был именно фараракс или фараракас это и так и так и так и так правильно в общем то будем его создавать он у нас обычный он у нас обычный но вроде говорят что он типа топовый ну как бы хороший типа как и соблю зубы тигрс мелодон так и вот этот птичка у меня хватит его качнуть уровень на 14 может быть сейчас будем смотреть вот такая вот у нас птичка ладно ух ты целых пять монет это прикольно но он обычно сейчас резко начнет расти вот эти вот показатели конечно там уже тысячи 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 но вот в том-то его проблема его качнуть нереально лучше уже процерта мимо наверно качать ну смысле если братья обычное существо крутой какое-то хотя правда я не знаю давайте тогда сейчас его хочу по драконить вот так вот он делает ну действительно у него этот ноги как биты они очень твердые грубая кожа и бы еще и когти большие ну так вот фараракаса одна из крупнейших террор птиц фараракас относится к ужасным птицам но ужасным либо террор птицам как переводите как он больше нравится которые жили в эпохе миоцен этот хищник охотился в лугах северной патагонии и достигал два с половиной метра высоты но келенкин у нас самый самый обладатель самой большой головы и так что у него есть первый ход очищает себя уклоняется на один ход и повышает скорость свою на 10 процентов на 2 хода это круто то есть можно поочередно клепать какие-то 22 удара и так понимаю да и еще когда на него подменяешься у него у него он вообще неуязвим на сто процентов это круто ну кроме снайп против снайперских конечно не канает то есть камизотские существа его будут проявлять а вот динозавры динозавры не смогут ну кроме нейтрализации ну и убирает с цели способности уклонения и маскировки и доносит двойной урон но без брони такой нос классический камизотский снайперский удар а 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 итак в 13 и 14 дахов должно хватить болта не хватило не хватило но посмотрим посмотрим наверно стоит может собрать камизойскую команду принят создал все а сколько нужно клеток апатозавра сюда или аргентинозавра точнее так где наша птичка 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 так 13 уровень вот она страус ты наш боевой полторы тысячи на короче половина урон половина 130 скорость в хочется взять ему в команду сейчас давать какой-то муж камизойскую команду или птичью команду соберем допустим маномим маномим хочу процератомима взять сейчас если тут не пропустить бы его так где ты процератомим что-то по-моему у меня папа побольше уровнем чем я уже сюда кручу давайте возьмем кошечку во процератомимчик раз два три четыре ладно ладно тогда эдмонта уберем возьмем его 13 левел вот так а ну-ка давайте сейчас сравним что у нас процератами может процератомим быстрее но фараракс это к такой истребитель процератомима да хотя нет кто его знает кто победит как вы думаете процератомим ходит первым что он может сделать блин замедление скорости урону это все тупо нейтрализируется птичкой нашей то но тут стоит вы тогда будет стоять выбору фараракса либо нейтрализовать негативное воздействие которое создал процератомим либо убрать его невидимость хотя хотя нет невидимости тогда не будет но прикольная птичка но он быстрее все-таки на единичку по вторникам гуляет кстати сегодня вторник сегодня вторник давно я пока их не встречал ну такая вот команда получилась давайте пойдем на карту здесь есть у меня редкая башенька тут носорог нас ждет но у меня их довольно много вот 4 800 практически гибридов из них пока что нет в общем то можно пока не ловить особо много так вот такие вот у нас ребята давайте мы хотел каймы кайна зоями их истребить ну ладно про кайна зоя будем как-то еще отдельно снимем серии да будем сражаться всеми кайна зоями это желательно дружеские поединки делать чтобы был кто-то онлайн тогда было бы крутой а так а при подмене какая шанс уклониться ну давайте начнем с кашкад кашкатуна ну давайте сразу просто бабахну его пол жизни и просто подменюсь и он сможет уклониться это хорошо но какой будет удар ой так блин у паралит сейчас будет прилетать ну ё-моё иммунитет блин но надо подменяться на вот этого парня у него иммунитет из просто так он подменился я подменился я хожу первую на так что это нам даст снятие положительных эффектов в черты падежу и этот не наносит урона удар и этот не наносит урона удар ладно дурь дурью маясь так но по крайней мере эта фигня спала и можем его продамажить конкретно это контратака ничтожная и удар который не попал хорошо ну процерат молодец давайте на форика сменимся он сейчас тоже должен быть неуязвим но его блин а замедлят он сейчас получит замедление ой какой прикольный танец 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 а ха ха что это за удар отвлекающий удар что он дает отвлечение ух ты прикольный такой это как там сдвиг 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 как вот как бы это назвать были нам шанс уклонения какой при первом ударе у нас 66 процентов блин забыл как это по физике такой сдвиг хоть назвать запать его двойной урон неплохо неплохо зашел команда из птичек у нас еще в третьем так а у тебя какой урон у тут уран косарь но он всего лишь 18 лв но тут один удар уклоняешься либо не уклоняешься блин как же этот сдвиг назвать ребята ну как этот может сдвиг назвать с точки зрения физики с научной точки зрения блин что то связано с атомами микро частицами неплохо уклоняется но рано или поздно то уклонение не сработает ну типа сейчас блин а так все хорошо начиналось а а а а а а зачем я это сделал кто то знает надо было просто добивать хотя хотя наверно не получилось бы так не аккуратненько выходит он меня сейчас добьет а 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 ну паралич нам не страшен потому что можно здесь и так сделать так ну а теперь можно пробивать а у него опережающий паралич есть еще но он бесполезен одинарный урон это хорошо то был бы опережающий двойной было бы больно а а а а а а а а а ну так но фарракас получается бьет один раз через два но шанс уклониться хороший и там двойной урон но такое получается бьешь каждый раз одинарный урон с шансом уклониться большим он не сказал бы шансов супер имбовый если бы он был каким-то хотя бы эпическим чтобы там было ударов побольше может быть так 7400 и так давайте такой вот разминочный боя будут идти в чех в чехарде этот бой будет первый там я буду несколько дней на нарезку сюда снимать в общем-то сейчас наш фарракс разомнется на вот этих вот ребята а потом пойдут боя такие уже пожестче ну начнем с него он один по идее справиться со всеми но это не точно то есть получается фарракс всегда ходит первым так паралич сработал так но в принципе мы ходим первыми крепкий и гуанодончик он нас замедлил но у нас опять же опережающий ход мы в общем то не теряем и очищаемся сразу от этого замедления это прикольно забрали как говорится себе скорость блин блин ну паралич у него сработал но он судя и гуанодон так как хорошо держится и забрали у нас скорость но вот учет как-то не шибко хорошо себе показал наш птиц а а блин но перезарядка три хода это блин а цирк получается смешно так получается ну я могу уклоняться но мне сейчас паралич прилетит просто вот на следующий ход и все надо его пробивать но у нас как видите замедленная скорость сильно у тебя что а у него смотрите как раз удар который который пробьет нас по любому то что давайте тогда подменимся на нашу кошечку было больно опять же у него есть удар по невидимости вот он короче его и применил и пробьет да нет не пробил ну давайте такое что то попробуем кайна зои против кайна зои так как это суматоха чехарта получается дичайшая уклонение не сработало ну ну блин а намного более высокого уровня кайна зои но чё то они как то не шибко сейчас себя хорошо показали так ну есть а блин а не у него замедления нет но может если фартанет то его пробьем ну вот так вот и не стало кошки наши так а открыт ли у нас этот сейчас двойной удар я вот не помню блин не открыт ну печально ну может около 60 процентов уклонения или 65 сколько там уклонился молодец опять же но не с щиты не пробивает или было же обнуление вроде бы да но щит оставался стоять набор европа а